Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Кабеша и в начале коротко о некоторых темах выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Кубани пятью героями труда стало больше. Медали получили выдающиеся жители региона. Награды ковали многолетним ежедневным трудом на производстве или во главе района. Благодаря кому наш край стал одним из самых развитых регионов страны, расскажут наши краснодарские коллеги. Сотни человеческих судеб на небольшом островке сцены. Анатолий Горгуль отдал любимому ремеслу 60 лет. Актер по профессии и призванию так отзываются о нем коллеги. В 1967 году он приехал в Краснодар и связал жизнь с драматическим театром имени Горького. На его счету десятки ярких образов, полные залы и роли в кино. Талант кубанского актера заметил режиссер Андрей Звягинцев. Эпизодическая самобытная роль в картине «Изгнание» стала еще одним этапом в карьере Горгуля. Когда не знаешь, что тебе ждет. У другого, не менее известного жителя Кубани, талант руководить. Виктор Христин уже десятый год является главой Геленджика. Крепкий хозяйственник. Он часто общается с жителями без посредников. Не боится выслушать критику в лицо и принимает пожелания в улучшении города. Благодаря этому Геленджик стал современным, динамично развивающимся курортом, где появляются новые скверы, пешеходные дорожки и детские площадки. Что, домик сложить? Такой же детский сад построишь сейчас? Грамотное руководство и в полях нужно. Директор рисовоческого завода в Красноармейском районе Сергей Кизенек вместе с актером Горгулем, хозяйственником Христиным и другими выдающимися жителями Кубани получают медали из рук губернатора края Вениамина Кондратьева. Высшую награду звания Герой труда Кубани присвоили пятерым. Среди них Николай Геремян, руководитель Кропоткинского машиностроительного завода и профессор истории Валерий Ратушняк. Для каждого из них медали тостим двигаться дальше, чтобы предприятия или города, которые они возглавляют, процветали и вносили существенный вклад в экономику региона. О том, как это сделать, делятся без замедлений. Нужно побольше бывать в городе, в селах и поселках, поменьше уделять внимание себе и в том числе для отдыха. Я всегда говорил, что люди, которые пришли во власть, они должны немного, наверное, забыть о семье и, конечно, должны, наверное, полностью забыть про свою личную жизнь. Они должны полностью себя посвятить жителям, жителям города. Это, я считаю, аванс, потому что у нас маяк совершенства находится очень высоко, а подъем к нему очень крутой. Мы должны беспрерывно крутить педали творческого велосипеда. Еще восемь человек получили медали за выдающийся вклад в развитие Кубани. Это медики, строители, руководители предприятий региона. Двенадцати жителям края вручили благодарственные письма президента страны. Во многом именно благодаря таким людям Краснодарский край – один из самых динамично развивающихся регионов России, отметил Вениамин Кондратьев. Говоря в общем о величии России, мы говорим о себе в том числе, о своих семьях, о величии каждого человека, каждой фамилии, каждого рода, которые были, есть и будут гордостью этой великой страны. И сегодня вы – гордость нашего края, честь, если хотите, и слава. Я хочу просто вас поздравить с тем, что вы удостоены, и поверьте, это не моя здесь заслуга, это инициатива ваших коллег, которые на самом деле высоко оценивают ваши заслуги перед Кубанью. Друзья, коллеги, земляки, честь вам и хвала. Спасибо за ваш самоотверженный труд на благо Кубани, России и будущих поколений. Кубань стала вторым домом более чем для 60 тысяч человек, и это только за прошлый год. Люди хотят жить в нашем регионе, уверен Вениамин Кондратьев, и причина – не только ласковое солнце и теплое море. Дружинники края сковали стабильную экономику Кубани. Именно за такими людьми – будущее страны. Инна Чайко, Мария Крошина, Алексей Комаров и Денис Перец, Кубань-24, Краснодар. Спортзалы в каждой кубанской глубинке. В этом году на строительство 12 универсальных залов для тренировок выделят 120 миллионов рублей. Постановление о распределении субсидий подписал губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, в крае еще есть районы, где нет места для занятий физкультурой, но из-за малого количества учеников возводить даже малобюджетные спорткомплексы там нецелесообразно. Глава региона дал поручение разработать универсальные проекты спортзалов. Первые легковозводимые объекты появятся в Белореченском, Красноармейском, Ленинградском, Тимрюкском районах, а также в Анапе. Кроме того, в планах этого года – ремонт 35 спортивных залов в образовательных учреждениях. Для этого в казне региона уже предусмотрено больше 75 миллионов рублей. Сборная Польши прилетела в Сочи для участия в чемпионате мира. Жить команда будет в отеле «Хайат Рэдженси». Для тренироваться на стадионе «Спутник спорт». Днем подопечные Адама Навалки прилетели на курорт, а затем разместились на своей базе в отеле. Там для футболистов организовали традиционное приветствие с кубанским колоритом. В отеле их встречали не только официальные лица города, но и казак и казачка с караваем и женский вокальный ансамбль «Люба». Футболисты и менеджмент команды были рады сочинскому гостеприимству. Накануне вечером польские футболисты уже провели первую открытую тренировку. Напомню, Польша сыграет 19 июня в Москве с Тенегалом, 24 июня в Казани с Колумбией и 28 июня в Волгограде с Японией. Фан-зона для болельщиков Мундиаля открыта. Теперь на площади Южного Мола морского порта будет кипеть футбольная жизнь. Прямые эфиры всех матчей чемпионата мира, выступления звезд российской и зарубежной эстрады, встречи с ведущими футболистами. Все это в рамках фестиваля болельщиков вплоть до 15 июля. Фан-зону город Сочи начал готовить еще за месяц до Мундиаля. И теперь эта площадь на самом берегу моря – основное развлекательное место для жителей и гостей курорта в период проведения чемпионата. Смотреть трансляции матчей, танцевать на концертах российских и мировых звезд здесь одновременно смогут около 10 тысяч человек. Особенно наслаждаться футбольным праздником здесь планируют болельщики, которые не смогли попасть на матчи главного мирового футбольного события. Для тех, кто не попадет, это просто очень здорово. Такая площадка, такие все мероприятия. Это вообще. Россия будет впереди. Это очень классно. Увидеть всех певцов, всю атмосферу это прочувствовать. Чемпионат мира – это самое классное, что есть в жизни. Ура! Мы в прислушении праздника. Мы ждем этого момента, ждем победы сборной. И мы приехали из Нальчика болеть за Россию, за нашу страну. Ну а открыли фестиваль болельщиков с местным колоритом. Первых гостей фан-зоны встречал кубанский казачий хор. Для кубанского казачьего хора это большая честь, что именно мы открываем этот праздничный день. Наше гостеприимство, нашу удаль. Показать европейцу, доказать, во-первых, что мы такие же, как и они, что мы такие же открытые, добрые люди. Все туристы, все болельщики, мы рады приветствовать вас на нашей благодатной земле, на нашей Кубани. Смотрите, море великолепно, солнце, пляж. Что может еще лучше быть? И, конечно же, песни легендарного олимпийского кубанского казачьего хора. Напомню, фан-зона у Южного Мола будет работать все дни чемпионата мира с 14 июня по 15 июля. Вход свободный. Портрет Льва Яшина приветствует сочинцев и гостей курорта со стены пятиэтажки на парковой стрит-арт. Посвященный Мундиалю, местный художник рисовал три дня и вот накануне работа была завершена. Рисовать футболистов среди уличных художников уже стало модно. И эта идея охватила всю Россию. Перед чемпионатом мира по футболу стрит-арт на заданную тему украсил десятки фасадов домов. На них появились портреты суперзвезд, в том числе которые сыграют в России. Это и Роналду, и Серхио Рамос. А еще свободные художники рисуют целые футбольные сюжеты. Например, удаление с поля Зидана или полет Льва Яшина. Этого выдающегося игрока эпохи 60-х нарисовали и в Сочи, накануне. Так последние штрихи, в прямом смысле слова, перед Мундиалем сделал местный художник Сергей Бадалян. Он рисовал Яшина 17 часов, хотя спортсмен достоит и больших трудов, говорит художник Лев Яшин. Тот, кого называли вратарем-пауком. Это прозвище советский футболист получил за свои акробатические прыжки и длинные все достающие руки. Сегодня же это легенда, которой могут подорожать еще многие поколения футболистов. Никаких скрытых целей мы не преследуем. Просто делаем то, что умеем делать. Самое главное, чтобы наше творчество, искусство, оно несло позитивные какие-то направления, явления. И отражалось позитивно на людях, особенно на молодежи. И, конечно, это сигнал местным сочинцам, художникам, которые почему-то думают, что они могут оставаться в тени. Им нужно всем начинать рисовать. Сергей обещает, одними футболистами он не ограничится. Впереди целый художественный проект, с помощью которого он будет знакомить сочинскую молодежь с самыми разными, выдающимися личностями нашей страны. Неважно, какой они национальности будут, но это будут наши советские все и российские граждане. Есть в планах с молодой гвардией мы сотрудничаем в этом направлении. Есть в планах прям серьезный проект. Так что скоро все увидите. Пластик направо, стекло налево. В Сочи внедряют раздельный сбор мусора. Детали обсудили на совещании у главы города. Работа в этом направлении началась еще в конце прошлого года, когда в мэрию Сочи обратилась инициативная группа общественников и предпринимателей, готовых участвовать в реализации проекта. Весной появились первые наглядные результаты. На многих муниципальных пляжах при подготовке к летнему сезону были установлены урны для раздельного сбора мусора. Установили их и почти в 40 сочинских здравницах. Следующий вопрос – как и кто будет вывозить собранное? Во всем пляжам, там где есть раздельное, рассказывать через громкоговорящую связь о том, что уважаемые гости курорта, в городе Сочи внедряется система раздельного сбора мусора. Убедительно просим вас, кто-то, кто-то делает. Люди принесли туда вот это сырье, а ее забирает тот, кому она нужна. Бесплатно, но забирает он. То есть кому нужно? Кто нужен? Нужно тому, кто ее перерабатывает. Теперь арендаторы пляжей и руководители здравниц должны заключить договоры на вывоз отходов с компаниями и индивидуальными предпринимателями, занимающимися их переработкой. Но проблема в том, что в городе пока нет площадок для перегрузки, откуда вывезенное вторсырье попадало бы непосредственно на переработку. Глава города поручил департаменту ЖКХ в пятидневный срок подготовить предложение по таким площадкам, а также провести встречу с заинтересованными предпринимателями. В целом на оформление необходимой документации уйдет около месяца, после чего можно будет говорить о полноценном старте проекта по внедрению раздельного сбора мусора в Сочи. Он, к слову, включает в себя не только сбор и вывоз на переработку вторсырья, но и разъяснительную работу с населением о культуре обращения с отходами. К другим новостям. Выставка «Территория красоты» и фестиваль народных мастеров открылись сегодня в Гранд-отеле «Жемчужина». Традиционно организатором выступила выставочная компания «Соудсочинские выставки». Успехов, процветания, хорошей работы, великолепного отдыха. Где, как ни на курорте, говорить о моде, красоте и здоровье, считают организаторы, торжественно открыв и выставку, и фестиваль. Они приглашают сочинцев окунуться в мир безупречного стиля и превосходного вкуса. Территория красоты и фестиваль народных мастеров и художников России как раз проводится в разгар и летнего сезона, и в разгар, когда огромное количество болельщиков приехало с разных уголков нашей страны, в наш город. Мы постарались сделать эту выставку и фестиваль насыщенным, интересным. Здесь собраны из разных уголков нашей страны самые необыкновенные, самые красивые вещи в единичных экземплярах. Вы будете индивидуальны, красивы и уйдете с нашей выставки с великолепным настроением. Здесь представлены основные секторы индустрии красоты, как ведущие бренды, так и новинки, которые только появились на профессиональном рынке. Демонстрация коллекции одежды сезона «Лето-осень-2018» различных стилей от классики до авангарда не оставила равнодушных. Выставка бьюти-инноваций, ювелирных изделий и моды проводится в Сочи в 12 раз. Здесь представлено около 100 компаний, самые дальние из немецкого автономного округа. Работа мастеров расскажет о северных традициях и очарующей гармонии тундры. В основном эти товары из нашего национального материала. Это северный олень и его шкура, его кожа и также другие национальные мотивы, которые мы используем в наших предметах декора. Привезли сюда на выставку. Наша страна всегда славилась людьми, которые способны своими руками создавать настоящую красоту. Современные мастера умело совмещают традиции, новые технологии, материалы, идеи, формы. Выставка территории красоты и фестиваль народных мастеров России открыт в гранд-отеле «Жемчужина» продлятся до 17 июня, часы работы с 11 до 19 часов. Вход свободный. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Традиционно украшением выставки «Территория красоты» является стенд московского представительства фирмы «Пош». На этот раз в Сочи представлена новая коллекция суперстойкой косметики. «Возьми на пляж водостойкий макияж» – этот слоган особенно актуален для курортного Сочи. Здесь на выставке любой желающий может познакомиться с новинками фирмы «Пош». И что немаловажно, это люк за минимальные деньги, гарантия омоложения на 5-7 лет. В прошлом году мы рекламировали все матовое, в этом году мы рекламируем новые оттенки с нанесением пигмента, в частности, как у меня. То есть эффект голливудской звезды за 30 секунд. И также на бокалах на мужчинах это не отпечатывается. Девочки могут целоваться, пить шампанское, наслаждаться жизнью, и красота у них останется на их лице. Водостойкая косметика «Пош» порадует любую поклонницу бренда. А тут же на месте визажисты помогут подобрать пуш, пудру, тени, карандаши для губ и бровей, даже эко-коллекцию кисточек. Вся продукция гипоаллергенна. Ее основа – нутральный пчелиный воск с добавлением минеральной пудры. Кран даже застывает в течение трех минут и держится на губах до 18 часов, на глазах до двух дней, а на бровях и вовсе до трех. Косметика «Пош» на выставке территории красоты в Гранд-отеле «Жемчужина». Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». И в завершение информации от партнера программы. Санаторий Черноморья приглашает в лечебно-диагностический спортивно-здоровительный центр. И к вашим услугам крытые открытые бассейны, теннисные корты, спа-зоны, собственный пляж. Телефон 290-2020. Ну а все наши новости уже на сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok